Это сегодня Любовь Казанцева показывает высокие результаты и на российском конкурсе, и на смене в коровнике. По надоям с ней сравняться немногие. Больше 7 тысяч килограмм молока за год она получает только с одной буренки. А их у нее ни много ни мало – 55. А 9 лет назад, когда Людмила только начинала делать свои первые шаги в профессии, ей приходилось учиться всему с нуля. Никакого специального образования она не получала. Я сама пришла, меня научили. Показали, рассказали, попробовала. Ну, сначала, конечно, не одна. С основной дояркой. Со времен Советского Союза сложился образ доярки, женщины в фуфайке и с вилами. Но в 21 веке это скорее инженер, чем рабочий. Любовь управляется со сложной техникой и доит одновременно по несколько коров. Впрочем, работать с электроникой не значит работать без души. Она успевает пообщаться с каждой буренкой и увидеть в них личность и характер. Вам, наверное, кажется, что они все на одно лицо, на одну мордочку. Нет, они все разные. Есть, которые более ласковые, они, естественно, больше их любишь. А есть, наоборот, которая вот вредная, и ее за это и любишь. Чтобы удачно выступить на конкурсе, пришлось даже ездить в другой город для изучения новых аппаратов доения. Сам же турнир состоял из двух этапов – практики и теории, где Людмиле не было равных. Ни одной ошибки в 20 заданиях. А по итогам всего состязания она заняла второе место. Понятное дело, что первое место заняли хозяева конкурса – Ленинградцы. И то, что Любовь Викторовна заняла второе место, это говорит об ее, прежде всего, мастерстве, об ее желании изучать свою профессию настоящим образом. Поэт Серебряного века Сергей Есенин писал, что русский человек своей жизнью обязан корове. Ну а Любовь Казанцева – корове обязана своей победой. Выиграв на российском конкурсе второе место, доярка из Кузбасса доказала всем, что, несмотря на век новых технологий, главное в любой профессии – это человек. Евгения Дугаева, Стас Грушевский. Новости моего города.